всем доброго времени суток друзья и добро пожаловать на мой канал гармония во всем и сегодня исходя из моего названия вы понимаете что я хочу вам рассказать о таком невероятно красивом растении как монстера monkey mask также хочу показать вам как мое растение изменилось и подросло приобретала я его где-то в конце лета сейчас точно не скажу потому что не помню и практически в два раза если не больше она у меня подросло посмотрите какие красивые листочки имеет это необычное по своей структуре и форме растения у многих может сложиться впечатление что как будто листики поедены кем-то да но нет друзья это природой так заложено и это их нормальная форма очень красивое растение которое можно очень красиво разместить в своем интерьере посмотрите она имеет воздушные корни то есть если а например вот эту длину вот эту лиану потому что монстера monkey mask да это растение лиана лучше конечно ее устанавливать на опору это может быть опора который будет сделано из мха а также некоторые пускают прям по стене делают специальные крючочки пускают а если вы посадите ее большое кашпо широкое но глубокое то вот эти вот а ее череночки можно когда они будут длинные положить вокруг и она сама хорошо хорошо укоренится вы можете видеть вот корешки укореняется растение очень просто я бы сказала даже моментально а по крайней мере так было у меня потому что я вот я пересадила и мы с вами можем посмотреть какую классную корневую имеет монстера monkey mask вот уже начинают даже из дренажных отверстий вылазить корешочки корневая не слабая корешки плотные укореняется прекрасно у меня посажено кокосовое волокно здесь практически чистое да чистый грунт у меня кокосовое волокно никакого универсального грунта ничего я не добавляла чуть-чуть чуть-чуть у меня внизу керамзит и немножечко пару там щепоточка наверное лечу за фон это шло вместе с керамзитом и играет большую степень роль дренажа вы же мы сегодня что-то все слова забываю и хочу уже все перемешку говорить так ну что хочу сказать друзья рекомендую высаживать судя по моим наблюдениям в кокосовое волокно а думаю в универсалке тоже будет хорошо расти насчет лечу закон не знаю плюсы соответственно будут но растение тоже имеет свойства к привыканию чем лучше тем уже на худший они захотят будем исходить из этого что если растение так быстро растет а растет она очень быстро судя по моему вот этому горшочку до экземпляру то если вы будете пересаживать горшок большего объема вам понадобится больше литров лечу запон лечу запон это не дешевое удовольствие поэтому смотрите сами что хочу сказать я по уходу друзья пока не забыла также был комментарий я на него ответила не знаю увидели не увидели но скажу еще раз может кому-то тоже будет это полезно если на монстере monkey mask у вас вот такой белый налет если вы имели ввиду видите вот такие пятнышки это в порядке вещей монстера выделяет свой сок также как например орхидея может выделять свой сок такой липкий эликсир боже мой маркиза это такая защита от паразитов да и также например как филодендроны это делать но если у вас поголовно все листья в таком белом соки да еще раз посмотрите вот все 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 и прям сильный белый налет если он еще и липкий да то вот с обратной стороны смотрите смотрите что делать а вот здесь где жилки у монстеры нужно обратить внимание там если вы увидите легкую паутинку и быть не должно должны быть вот такие блестящие видите блестит вот так а если смотрите что делает и так всегда если будет паутинка это клещ друзья белый налетом способствует еще а появлению клеща поэтому тут нужно воспользоваться акарицидом различной степени различного бренда и сделать минимум три обработки желательно 5 также были вопросы насчет того что желтеют нижние листья нижние листья это соответственно чаще всего это старые листья если это конечно какие-нибудь новенькие вот такие вот деточки повылазили до с боков а тогда это нет сынок тогда конечно это может быть или залив или наоборот растения вы не заливайте но чаще всего нижние листья желтеют когда это возрастные будем так говорить да они тоже имеют свойство отмирать это в порядке вещей ну вообще знаете я советую друзья если вы допустим сделали обработку или считаете что она не нужна но вам не нравится как выглядит то или иное растение я советую просто обновить субстрат сделайте пересадку и наблюдайте процентов 80 что после пересадки растение чувствует себя лучше что ж тут как говорится удивляться как я укаживаю за этим прекрасным растением стоит она у меня сейчас на анвалерка понедельник теперь ты пойдешь сейчас стоит на южном подоконнике но не прям близко к окну наверное расстояние сантиметров 30-50 солнечные лучи вот как сейчас вы видите вот так они долетают температура у нас примерно 22-24 градуса поливаю я растения вон и дебита садись садись вон иди садись специально отвыкаю друзья один раз в 7 или в 10 дней это осени и по весну я так буду поливать летом надо смотреть уже как будет быстро просыхать субстрат я думаю что я буду поливать один раз в неделю или раз в четыре дня раз семь дней где-то так понятное дело на солнцепёк ставить нельзя на северное окно тоже нежелательно у меня стояла раньше на восточном тоже чувствовал себя прекрасно размножаем с помощью черенкования вот отрезаем 2-3 междоузлия и вот вот эти вот крышочки помещаем воду можно сразу в грунт друзья вредители такие как трипсы паутины клещ щитовка мучнистый червец корневая гниль ну вот принципе все друзья вот такое прекрасное растение монстера monkey mask